Гидфан на связи! В этом видео я расскажу вам особенности премиумного крейсера Перд, разобрав его тактику боя и особенности в ТТХ. Поехали! Для простоты понимания буду сравнивать его с британским прокачиваемым крейсером Линдер. Это систершипы, которые так или иначе обладают общими чертами, но при этом имеют гору различий. Их все я назову и разберу. Но если вы не привыкли делать необдуманных покупок, я настоятельно рекомендую купить себе для начала Брита и только откатав на нем пару-тройку боев, посмотреть данный обзор. А теперь бегло по ТТХ. Австралиец проигрывает Линдеру в живучести. Меньший запас прочности и отсутствие ремонтных работ как бы намекают на то, что ошибок командира он терпеть не будет. А ошибок с непривычки сделать можно много. Геймплей игры у него особенный. К примеру, вот огневая мощь. Те же самые четыре 152-мм орудия, что и на Линдере. Но вместо универсальных бронебоек Перд оснащен еще и фугасами, наличие которых делает перестрелку с линкорами более комфортной для нас. Шанс пожара и скорострелность почти что как у знаменитого поливальщика фугасов Кливланда. Потому принцип поведения боя вам, думаю, уже понятен. Ну а бронебойки хоть и не универсальны, но все еще способны раздамажить борт крейсера. Чем, собственно говоря, сейчас я и хочу заняться. Заняв изначально хорошую позицию для дефа, я выжидаю Мурманска, он выходит ко мне бортом и буквально с пару залпов от него остается ровным счетом ничего. Ну так вот, вернемся к нашим ТТХ. Только лишь одно наличие фугасов позволяет Перду наносить урон любому противнику в любой ситуации, чего отчасти лишен линдер, так как против ромбика он малоэффективен. Существенные минусы ГК это малая дальность стрельбы, что заставляет играть на первой линии, а еще и сравнительно малое количество стволов. Торпеды один в один британские. Возможность одиночного пуска есть и перезаряжаются они достаточно быстро. ПВО Перда, к сожалению, несколько слабже, чем у линдера, и все так же на нем нет заградки, потому авианосцы это сложный противник. Маневренные характеристики опять же с британца. Приятная скорость разгона, удобные максималки и отсутствие потери скорости при циркуляции. Маскировка, замечу, ниже, чем у Систершипа на 200 метров. Малость, но приятно. Тем более, что лучшей маскировки на уровне среди крейсеров просто нет. Но не одними ТТХ едины. Самые серьезные различия корабли заключены в возможном снаряжении. Про отсутствие ремонтной работы я уже сказал, а вот про возможность взять одновременно дымы и самолет, и гидропоиск еще нет. Дополнительным отличием становятся ТТХ дымов, которые, я думаю, вы уже успели отметить для себя. В отличие от всех кораблей, что есть сейчас в игре и которые оснащены расходником дымогенератор, Перд может долгое время ставить краткосрочные дымы. Что это значит для нас? То, что находясь на одной четверти хода, мы будем тянуть шлейф и не светиться. Захотим встанем, захотим пойдем вперед или назад. В итоге, в отличие от Линдера, после активации дыма, мы не становимся легкой целью для торпедной атаки, а самолет дает возможность самим себе давать засвет и стрелять. Оба этих отличия серьезно влияют на игру, но они стандартные дымы позволят запутать противника. Раскачка кэпа, в принципе, схожа с тем, что я советовал на Линдере. Начинаем с базовой огневой подготовки, потом берем арт-тревогу, так как пропущенный залп может стать причиной мгновенного уничтожения, потом суперинтендант, а на четвертой ступени взял взрывотехника, так как тут уже есть фугасы. Пятая ступень — это взятие маскировки. Дальше выбирайте то, что милее вам. Или ускоряйте перезарядку торпед, или возьмите будительность. Модернизация, основное вооружение, система наведения, борьба за живучесть и рулевые машины. Ну а теперь, когда вы познакомились с кораблем, перейдем к бою, где я затрону такую тему, как тактику ведения боя. Если вы очень внимательно смотрели за тем, что происходило у вас на экране, то вы могли бы заметить сами, что в принципе начальная тактика очень похожа с тем, что я показывал на линдере. Необходимо занять позицию, где будет удобно вести деф. Дальше уже играем от этой позиции и от островов. Наши ТТХ помогают нам незаметно подойти на комфортную дистанцию боя. Ну а дальше приходится крутиться и вертеться. Собственно говоря, как в случае с Мурманском, я раздамажил его, потом с помощью торпед отогнал оттуда линкора. Ну а с помощью удобного дымогенератора я отошел от опасной дистанции боя. Когда появился шанс того, то что тот остров, который я обронял, вот-вот сдастся под натиском противников. И в этом случае я бы просто остался бы на первой линии и меня быстро уничтожили, что конечно же мне не особо нравилось. Дальше, конечно, было бы можно просто перестать стрелять и уйти уже к столкновению с Нюнбергом. Но было большое желание прожарить советский крейсер. Поэтому я долгое время еще светился и раздамаживал его. Хотя, в принципе говоря, мог этого и не делать. И возможно это было бы правильно. Но это касается тех противников, которые ждут вас. Ну а в случае с Нюнбергом, то действует стандартная практика для британца. Ну или в данном случае для австралийца. Как для меня это одно и то же. Подходим на близкую дистанцию и открываем огонь бронебойными снарядами. Потому как броня его не сможет сдержать наш натиск. Дальше, если бы все пошло плохо, я бы включил дымы и спрятался, дав сам себе засвет. Ну а так как я еще боялся, что на точке Б мне эти дымы еще понадобятся, я постарался максимально долгое время держать их неактивными. Есть своя причина. Дело в том, что особенность пертовых дымов, она работает также еще и против нас. Если вы на каком-то другом корабле будете ставить себе дымы, то вы очень долгое время, пока дымы будут в КД, будете защищены этими самыми дымами. Ну а для перта ситуация несколько иная. Пока вы ставите дымы, дымы еще не начинают свой откат. А дымы, я напомню, ставятся очень долго. А стоят очень мало. Поэтому в момент последнего тика дымов у нас получается, что мы еще долгое время будем без этого необходимого для выживания расходника. Это не так критично работает на линдере и на других кораблях. Но это как по мне. И в общем-то вот я подошел к точке Б и заметил, что Кливланд, как я ожидал, будет именно там. Поэтому мой дымогенератор мне помогает. Конечно, слегка с неудобной позиции я подошел к бою. Поэтому долгое время, пока я ставлю дымы, Кливланд находится, по сути, в безопасности. Но когда мой противник уже убеждается, куда ему необходимо идти, я его, в общем-то, сейчас подхвачу на отступление. Заранее останавливаюсь, чтобы быть в невидимости от него. И начинаю огонь. Ну и дальше, конечно же, было бы, хоть у Кливланды сейчас 2000 очков прочности, хоть 3000, хоть 20000 очков прочности, все было бы одно. Он меня не видит, я его вижу, и сейчас я могу спокойно давать по нему урон. Ну и под конец стоит отметить еще и то, что в Плиндер, как и Перд, это не те корабли, которые способны заточить соло-катку. У них слишком много особенностей, которые делают из них отличные корабли поддержки. То есть самим танковать урон ими не нужно. Лучше уходить в инвисы и прятаться, подождав, пока противник не обратит внимание на какую-нибудь другую цель. Но только в этом случае у Перта есть маленький плюс. Уйдя в дымы, он может давать сам себе засвет, поэтому без поддержки союзников Перта, в принципе, еще немного сможет повоевать, в отличие от Линдера. Ну и понимая все это, я думаю, вы уже сами поняли, что идти в агрессию, когда противник превосходит нас как в силе, как и в численности, нам не нужно. Лучше подождать, когда они сами пойдут на нас, и вделать свое уничтожение максимально дорогим для противника. В общем, как итог, стоит отметить, что утопить данный корабль не так уж и просто, если он следит за ситуацией в бою. Теперь окончательный итог по кораблю. И знаете, Перт выглядит особняком в данный момент. Есть в нем совершенно необычный коктейль, особенности, часть из которых просто не повторяется ни на одном другом корабле в игре. И все было бы ничего, если бы этот премиум на корабле был бы из полноценной ветки. Но, увы, он одиночка, потому куда девать с него прокачанного Кэпа – это большой вопрос. Ну вот и все. Ставьте лайки, если видео вам понравилось и пригодилось. Делитесь им с друзьями и не забывайте подписываться на канал, если вы этого по какой-то еще причине не сделали. Семей футов под килем. Услышимся скоро в новых видео на моем канале.